всем привет вы на канале народный обзор меня зовут арсений и сегодня мы наконец с вами поговорим про виртуализацию в трунасе и в принципе что такое контейнеры что такое докер затронем тему прав не знаю хочу делать выпуск не очень длинным чтобы вы не утомлялись поэтому однозначно сказать не могу о чем именно мы сегодня успеем поговорить но в любом случае мы обязательно поговорим в ближайших выпусках в ближайших ну максимум трех я не думаю что это больше времени займет поговорим про все что я сказал про реверс прокси про организацию доступа из сети интернет в общем затронем по сути дела все базовые знания которые потребуются для того чтобы уже перейти непосредственно к установке приложений и настройки то есть пока будет такая вводная часть со схемами я буду много чего показывать рассказывать но на последующих этапах у вас просто уже не должно быть никаких вопросов по теоретическим основам скажем так и так поехали ну давайте поговорим что такое вообще виртуализация как у нас ресурсы в системе взаимодействует между собой вот смотрите я такую схемку набросал сразу скажу всем знатокам которые меня смотрят я стараюсь по максимуму все упрощать поэтому если я допускаю где-то какие-то неточности которые не влияют на суть прошу за это не критиковать вот если есть какие-то конструктивные дополнения и критика тогда обязательно высказывайтесь в комментариях я всегда только за и так вот смотрите здесь я нарисовал в принципе все наше железо да вот большая вот это вот большой контур это вот как бы весь наш системный блок неважно сервер это компьютер персональный или еще что то что мы здесь с вами видим у нас есть операционная система вот операционная система по сути дела она взаимодействует со всей аппаратной начинкой компа с процессором с памятью с видеокартой ну и нельзя не сказать про то что у любого компьютера есть айпи адрес мак адрес и порты может быть я буду рассказывать немножко сумбурно пока постарайтесь вот просто какую-то информацию может просто для себя принять а потом может быть вам станет яснее почему я ее сказал именно сейчас так вот смотрите вот у нас есть операционная система в ней у нас могут устанавливаться какие-то приложения вот браузер у нас здесь есть steam в котором игры какие-то есть да есть у нас virtual box это такое приложение которое позволяет запускать виртуальные машины на компьютере вот здесь как раз у меня внутри virtual box а есть две операционные системы и так значит у нас у компьютера вот в данном случае есть два ethernet простите два сетевых контроллера два сетевых интерфейса это ethernet и вай фай у каждого из контроллеров сетевых интерфейсов есть свой уникальный маг адрес это вот такая вот цифра буквенная последовательность это такой уникальный идентификатор они как правило не повторяются зашиваются на заводе изготовители и ну конечно они могут повторяться данную это исключение потому что комбинации на самом деле очень очень много но в принципе их можно и поменять давайте пока просто примем что вот есть маг адрес он идентифицирует физически какую-то вот железку вот у нас есть вот конкретно сетевая карта и вот у нее вот такой вот маг адрес отлично айпи адрес у нас выдает роутер мы с вами может быть немножко так вот перескочим сейчас где у меня тут тут много всего разного будет вот посмотрите здесь на примере вот этой вот картинки мы обязательно к ней дойдем наверно на третьем уроке в роутере у нас есть DHCP сервер что он делает когда роутер включается к нему подключается устройство у каждого устройства есть свой маг адрес и роутер просто берет и присваивает айпи адреса для каждого из этих устройств может быть другой сценарий когда у нас нет DHCP сервера у нас все на статике но давайте мы пока это затрагивать не будем самая популярная ситуация это у нас на роутере есть этот сервер он во всех роутер по умолчанию включен и роутер вот выдает айпи адреса значит можно сделать статический айпи адрес в настройках роутера ну например у кинетика такая функция очень удобно реализована мы просто заходим среди списка устройств видим вот наш нужный mac адрес текущий айпи адрес который ему присвоен и мы нажимаем кнопочку как бы зарегистрировать устройство и выдать ему постоянный айпи адрес и теперь даже если вот это устройство будет выключено значит айпи адрес будет зарезервирован и в следующий раз когда этот mac адрес появится в сети роутер присвоит ему именно вот этот айпи адрес вернемся к базе у любой сетевой системной единицы есть порты ну вот если взять даже компьютер на базе операционной системе windows у нас есть ряд портов их очень много но приведу вот стандартные это порт 80 он обслуживает http соединения и порт 443 это здесь у меня ошибка это соединение https на самом деле через эти порты выходите в интернет браузер могли видеть когда вот у нас секундочку так вот здесь вот видно вот замочек у нас горит значит это соединение защищено оно идет по протоколу https если не будет у нас вот этого замочка значит соединение не защищено это http про ssl сертификат и вообще что такое защищенное соединение мы поговорим потом пока вот просто имейте ввиду и получается что есть набор стандартных портов которые используются ну по умолчанию ну например многие из вас слышали про ftp сервер это конечно же в принципе прошлое кануло да в лето но тем не менее стандартный порт для ftp является 21 для ssh стандартный порт 22 ну ssh это когда вот мы по консоли через консоль точнее подключаемся к какому-то удаленному серверу например или сетевому устройству для того чтобы им поуправлять вот у меня допустим windows сейчас вот есть командная строка да я могу здесь зайти какие-то мероприятия выполнять и эти изменения будут проводиться на моем локальном вот этом компьютере но если я активирую на своем компьютере ssh сервер то я в принципе могу со своего ноутбука подключиться удаленно к своему вот этому компьютеру и также открыть консоль на ноутбуке писать команды а выполняться они будут здесь то есть это ssh мы про это тоже поговорим позднее есть много разных портов и вот на примере допустим steam который скачивает игры запускает их соответственно у нас используются порты 80 и 443 это у нас TCP порты и есть ряд UDP портов вот здесь цифры вы видите да это информация из интернета ну давайте так чем отличается TCP от UDP это все транспортные протоколы сетевые мы вдаваться в архитектуру не станем для нас это вообще не принципиально суть такая что они отличаются таким вот двумя глобальными параметрами TCP соединения они больше про надежность а UDP про скорость дело в том что когда устанавливается идет передача данных по TCP у нас сначала клиент и сервер они как бы ну грубо говоря созваниваются договариваются как они будут осуществлять передачу данных по каким-то алгоритмам и так далее а когда у нас идет передача по UDP у нас сервер просто говорит ну вот по этому адресу просто отправляем и все там у нас клиент там все нормально все будет короче вот поэтому он не запрашивает и данные могут идти не совсем туда поэтому есть комбинации когда у нас по TCP идет первичное обращение потом у нас включается UDP канал для того чтобы непосредственно передать данные это все так лирическое отступление необязательные вещи скажем так что я хочу сказать вот в этом выпуске значит смотрите еще раз у нас есть операционная система операционная система она сама взаимодействует с железом да она выполняет все вот эти функции для того что вот мы запускаем браузер да по сути дела браузеру выделяется какая-то производительная мощность процессора выделяется какой-то объем оперативной памяти вот этим всем процессом выделения ресурсов занимается по сути дела операционная система ну если так совсем грубо сказать когда мы запускаем виртуальную машину в virtual box вот если сейчас вот я открою вкладочку да вот у нас допустим вот у меня виртуальная машина сейчас работает в настройках видно что я выделил ей какой-то объем вот оперативной памяти я сказал что использовать вот 4 процессора то есть по сути дела у меня сама программа virtual box она взяла на себя ответственность выделить операционной системе виртуальной машины конечное количество ресурсов то есть как происходит у нас вот эта операционка взаимодействует с железом давайте здесь напишу windows вот windows у нас взаимодействует с железом и выделяет ресурсы для virtual box virtual box это обычное приложение в общем-то говоря а вот уже virtual box в свою очередь часть этих ресурсов как бы берет и передает в виртуальную машину в которой своя операционная система и там тоже может быть windows это не принципиально что я еще хочу сказать вот я в самом начале сказал что у нас здесь два сетевых интерфейса Ethernet, RJ45 и Wi-Fi у них у каждого свой MAC адрес и надо понимать что раз это два разных сетевых интерфейса то с точки зрения получения IP адреса IP адреса у них тоже будут разные а раз у нас есть разные IP адреса то в принципе у нас могут быть и разные порты то есть 80 порт который идет через вот этот IP адрес и 80 порт который через вот этот они могут вести в разные места это уже зависит от настроек операционной системы и в принципе мы можем сделать так чтобы сказать сейчас мне придется чуть-чуть удвинуть вот эту вкладочку что все что у нас идет через Wi-Fi оно идет в виртуальную машину которая развернута в VirtualBox и не в какую-то любую а вот именно вот в эту что у нас получится допустим у меня в этой виртуальной машине тоже установлен Windows господи в котором есть расшаренные папки по SMB и в них лежат какие-то файлы значит в то же время у меня есть и в хостовой операционной системе ну в данном случае это Windows да то есть это как бы хостовая это та которая управляет самим хостом то есть железом ну можно так назвать главной операционной системой у меня тоже есть какие-то расшаренные папки с файлами так вот теперь смотрите если я хочу получить доступ к самой хостовой операционной системе я пойду вот по этому IP адресу допустим у меня это SMB шара доступно по какому-то так некорректно сказать по отдельному порту ну давайте предположим что я развернул какое-то приложение которое расшаривает эти самые файлы и оно находится на порту 5000 соответственно для того чтобы попасть на этот сервис мне нужно ввести вот этот IP адрес и прописать порт и по 5000 порту я попаду на свою SMB шару давайте сделаем так же и в виртуальной машине у меня тоже будет SMB шара и тоже будет 5000 порт но введя уже вот этот IP адрес и добавив к нему 5000 порт я попаду в виртуальную машину в те файлы в тот сервис то есть наличие нескольких сетевых интерфейсов позволяет разделять доступные ресурсы системы и подсистемы если у нас такого имеются возможно я вас сейчас немножко запутал будем надеяться что это не так в следующем уроке мы поговорим более подробно уже про виртуализацию потому что видео вот я смотрю получилось уже почти на 15 минут это долго будем работать кусочками а на этом у меня пока все с вами был народный обзор всем пока 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 пока